Всем привет! В этом видео мы поговорим о RAID массивах. Что это такое, для чего он нужен, как его создать и что для этого потребуется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Компьютерное железо с каждым годом встает все более производительнее. Процессорам добавляют все больше ядер и потоков, у видеокарт увеличивается частота чипа, а жесткие диски по скорости уже давно остановились на отметке 7200 оборотов в минуту. Хоть ими на смену пришли более быстрые SSD, но они как правило имеют значительно низкий ресурсный потенциал и их надежность оставляет желать лучшего. Поэтому некоторые пользователи используют так называемые RAID массивы, благодаря которым удается увеличить скорость чтения и записи почти в два раза. Существуют разные типы RAID, некоторые из них дают прирост в скорости, а другие повышают надежность хранения данных. Далее в видео я расскажу о всех известных типах RAID массивов, какие из них подойдут для обычных пользователей, а какие используются в серверном оборудовании, для чего они нужны, как создать и что для этого потребуется. Аббревиатура RAID в переводе звучит как избыточный массив независимых дисков. Это технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для избыточности и повышения производительности. Для его создания потребуется как минимум два диска. В зависимости от типа и предназначения массива может потребоваться и больше дисков. Практически каждая нормальная материнская плата сейчас поддерживает возможность организации SATA RAID. Давайте же разберем какие бывают типы массивов. Первый тип RAID 0. Принцип работы RAID 0 – чередование данных. В этом типе массива информация разбивается на одинаковые по длине блоки, а затем записывается поочередно на каждый диск в структуре. Основное предназначение такой системы – фактическое увеличение производительности в два и более раза. При этом будет доступен полный объем всех дисков. Грубо говоря, это последовательное объединение двух и более дисков в один. В RAID 0 можно использовать неограниченное количество дисков. В случае если диски обладают разными показателями скорости, то конечный результат будет вычитываться по самому медленному диску. Этот массив позволяет объединить диски любого объема. К примеру, есть два диска со скоростью записи 100 мегабайт в секунду и объемом 500 гигабайт. Объединив их RAID 0, скорость записи увеличится до 200 мегабайт в секунду, а объем до 2 терабайта. Производительность увеличивается за счет распределения задач между этими дисками. В этом типе массивов можно использовать разные по объему и скорости диски. В итоге их характеристики по объему и скорости записи будут суммироваться. Такой тип в основном используют для размещения временных файлов. Базы данных держать на таких дисках нет смысла, потому как в результате выхода из строя хотя бы одного винчестера приведет к полной неработоспособности всего RAID и вы потеряете всю информацию. Потому как данные записываются поочередно на оба диска и один файл может лежать одновременно на обоих или более носителях. Соответственно RAID 0 не имеет средств для восстановления в случае сбоев. Если такая система построена на 3-4 дисков, то поломка одного приведет к потере всей хранящейся информации. Используя такую систему нужно постоянно делать бэкапы. Следующий тип RAID 1, еще его называют зеркальным. Принцип работы данной системы представляет собой параллельную запись информации на основной и дублирующей диски. Другими словами информация записывается на основной диск и полностью копируется на дублирующей. При таком использовании дисков производительность никак не меняется. Но при этом будет доступна лишь половина суммарного объема этих двух дисков. Этот тип массива имеет широкое применение в серверном обслуживании, потому что в случае выхода из строя одного из накопителей все продублированные данные остаются на других носителях. Предназначение таких систем – резервация и планирование информации. Такой массив имеет высокую надежность и работает до тех пор, пока функционирует хотя бы один диск. Недостаток RAID 1 – то, что при наличии двух дисков пользователь получает объем лишь одного. Все остальные виды массивов являются различными вариациями первых двух. RAID 1.0 объединяет в себе RAID 0 и RAID 1. Данные параллельно пишутся на два диска. При этом их копии записываются еще на два диска. Это дает прирост производительности дисков и надежность хранения информации. Минимальное количество дисков для построения такой системы 4. В итоге вы получите скорость чтения и записи в два раза больше, с объемом лишь двух дисков из четырех. В случае выхода из строя двух дисков вы не потеряете данные. RAID 2, 3 и 4 являются редкими и не популярными, так как в них используются коды Хемминга, разбиение байт на блоки и контрольные суммы. В RAID 2 данные распределяются по дискам, предназначенным для хранения информации, так же как и в RAID 0. То есть они разбиваются на небольшие блоки по числу дисков. Оставшиеся диски хранят коды коррекции ошибок, по которым в случае выхода какого-либо жесткого диска из строя, возможно восстановление информации. Достоинством RAID 2 является повышение скорости дисковых операций по сравнению с производительностью одного диска. Подобный тип RAID получил малое распространение в домашних системах из-за чрезмерной избыточности количества жестких дисков. Так, в массиве из 7 жестких дисков под данные будут отведены только 4. При росте количества дисков избыточность снижается, что отражено в приведенной таблице. Основным достоинством RAID 2 является возможность коррекции возникающих ошибок на лету без снижения скорости обмена данными между дисковым массивом и центральным процессором. RAID 3 и 4 Эти два типа дисковых массивов очень похожи по схеме построения. В обоих для хранения информации используется несколько жестких дисков, один из которых используется исключительно для размещения контрольных сумм. Для создания RAID 3 и RAID 4 достаточно трех винчестеров. В отличие от RAID 2 восстановление данных на лету невозможно и информация восстанавливается после замены вышившего из строя жесткого диска в течение некоторого времени. Разница между RAID 3 и 4 заключается в уровне разбиения данных. В RAID 3 информация развивается на отдельные байты, что приводит к серьезному замедлению при записи считывания большого количества мелких файлов. В RAID 4 происходит разбиение данных на отдельные блоки, размер которых не превышает размер одного сектора на диске. В результате повышается скорость обработки небольших файлов, что критично для персональных компьютеров. По этой причине RAID 4 получил большее распространение. Существенным недостатком рассматриваемых массивов является повышенная нагрузка на жесткий диск, предназначенный для хранения контрольных сумм, что существенно снижает его ресурс. Следующий RAID 5. Принцип его работы похож на RAID 1, только для RAID 5 потребуется как минимум три накопителя, на одном из которых будет храниться продублированная информация. В этом случае вам будет доступен практически весь объем в системе, кроме одного диска с данными под восстановление. Кроме того, увеличится и производительность, но не в несколько раз, как в случае с RAID 0. Данный массив предназначен для более специфических задач, когда вместе собрано огромное количество дисков. Предположим, вы имеете 4 диска на 2 ТБ каждый. RAID 1.0 даст вам объем, равный 4 ТБ в два раза большую скорость и возможность полностью восстановить информацию в случае поломки сразу двух основных накопителей. RAID 5 же в таком случае даст 6 ТБ под ваши нужды, немного увеличенную скорость записи данных и возможность восстановления данных только с одного поврежденного винчестера. В таком случае RAID 1.0 выглядит более привлекательной системой, нежели RAID 5. Ведь за плату в 2 ТБ мы получаем высокую производительность и возможность полного восстановления. Но ситуация меняется, когда дисков становится значительно больше. Если вы имеете 10 дисков на 2 ТБ каждый, то RAID 10 даст вам лишь 10 ТБ, которые вам будут доступны. В случае с RAID 5 это будет 18 ТБ. Доступны все диски, кроме одного, который хранит дублирование данных. Здесь уже 50% доступного объема слишком высокая цена за возможность полного восстановления и двукратную скорость. Куда выгоднее получить слегка увеличенную скорость, практически полный объем и возможность восстановления одного любого диска. В значительной степени указанную выше проблему решает построение неумассивов по схеме RAID 6. По тех структурах под хранение контрольных сумм, которые также циклично и равномерно разносятся на разные диски, выделяется объем памяти равный объему двух жестких дисков. Вместо одной вычисляются две контрольные суммы, что гарантирует целостность данных при одновременно выходе из строя сразу двух винчестеров в массиве. Достоинство RAID 6 – это высокая степень защищенности информации и меньшее чем в RAID 5 падение производительности в процессе восстановления данных при замене поврежденного диска. Недостатком RAID 6 – снижение общей скорости обмена данными примерно на 10% из-за увеличения объема необходимых вычислений и контрольных сумм, а также из-за роста объема записываемой и считываемой информации. Как же создать RAID массив? Существует два способа – аппаратный и программный. В первом случае потребуется несколько дисков, подключенных к материнской плате, и наличие RAID контроллера или материнской платы с поддержкой RAID. Далее в биосе потребуется включить поддержку RAID. Затем при перезагрузке ПК должна будет появиться таблица с более тонкими настройками RAID. Если она не появилась, возможно нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl плюс I в начале загрузки. Если вы используете внешний контроллер, скорее всего надо будет нажать F2. RAID. В самой таблице нужно нажать Create Massive и выбрать необходимый уровень. После создания RAID массива в биос в операционной системе необходимо зайти в управление дисками и отформатировать неразмеченную область. Это и есть созданный RAID массив. Для создания программного RAID ничего включать или отключать биос не потребуется. Вам по сути даже не нужна поддержка RAID материнской платой. Как уже было сказано ранее технология реализирования за счет центрального процессора ПК и средства самой операционной системы. Таким способом можно создать RAID первого типа. Открываем управление дисками правой кнопкой по меню пуск. Затем жмем по любому из дисков предназначенных для RAID и выбираем создать зеркальный том. В следующем окне выбираем диск, который будет зеркалом другого винчестера. Затем назначаем букву и форматируем итоговый раздел. В управлении дисками зеркальные тома подсвечиваются одним цветом и обозначены одной буквой. При этом файлы копируются на оба тома. Один раз на один том и этот же файл копируется на второй том. В окне мой компьютер массив будет отображаться как один раздел. Если какой-то винчестер выйдет из строя, появится ошибка, отказавшая избыточность. При этом на втором разделе все останется в сохранности. Однако будьте аккуратны, все данные на дисках при создании массива стираются. Прежде позаботьтесь о переносе важных данных. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.